День защитника Отечества День защитников Отечества чтит вся Россия, но наибольшее внимание, конечно, оказывают ветеранам войны, которым мы обязаны жизнью. Накануне праздника, 22 февраля, по инициативе сотрудников Центра социального обслуживания населения, совместно с участниками клуба «Серебряная ветвь» и учениками третьего класса школы номер один города Калачан-Дону, поздравили на дому с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны – Казакова Валентина Михайловича и Дергунова Егора Ивановича. Для них приготовили праздничное поздравление, стихотворения, музыкальные номера и сладкие подарки. Ветераны, 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 жизнь нелегкая ваша была, врагов вы нас защищали, вам за это вручали ордена, а медали давали за храбрость, чтоб Россия свободной была. Ветераны, 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 выносите свои ордена. Пусть вам дети и внуки гордятся, вы по-прежнему духом сильны, так живите очень долго, ветераны, наша гордость, надежда страны. Поклон вам, ветеран, и уважение за то, что подарили мир вы нам, судьба ваша достойна восхищения. Сегодня поздравления наши вам за наше счастливое детство, за мирное небо над нами. Спасибо от самого сердца, поклон до земли ветеранам. Ваш подвиг не забыть в стране, вам мужества хватило, пойти на перекор в войне, потратить жизнь и силы. С 23 поздравления вам, отважный ветеран, вы без всякого сомнения, и пример, и гордость нам. Вы ветеран, вы наша гордость, защитник главной вы страны. И спешу поздравить я, чтоб много лет прожить смогли. Солдату сильному не уйти от тоски. Вновь память жестоко гонит сердце в тиски. Зубы стиснув от воли, лежа в руке автомат. Смерь призраев ради воли, живет вперед наш солдат. На встрече ветераны рассказывали ребятам свои истории о тяжелых годах войны, о преданности родине. Ветераны поведали о своей радости за поколение, которое чтит и помнит их. Они поблагодарили сотрудников центра за то, что они прививают ребятам желание опознавать историю страны, уважать старшее поколение и помнить всегда, какой ценой доставался мир и покой на нашей земле. Продолжение следует...